Всем хай! С вами Йоджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime Chapter 2 и возможно это последний эпизод по этой главе конкретно и нам придется долго потом скулить и ждать следующую часть. Давайте сразу приступим к игре. Смотрите, можно руку случайно запороть. Окей, если она попадет в пресс, то все хана моей руке и меня затащит возможно туда. А нет, нет. Я слышу ее. Фак. Нет. Нет, 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 нет. Ладно, давайте будем осторожны. Хотя игра же по-любому просто ждет, пока я приду в нужную точку, чтобы испугать меня. Вот здесь для чего вот эти ходы? Чтобы прятаться от нее? Она уже здесь? Она уже ищет меня? Возможно. Очень, очень, очень может быть. Ладно, пойдемте. Что это за трусы? А вверх? Вверх нельзя. Мне очень любопытно теперь, что же я открыл. Проход куда? Но мы, наверное, уже никогда не узнаем. Черт, куда же мне? А, рычаг. Скорей, 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 скорей. О, нет, я помню хорошо это. Черт! Я не схватил, я не увидел дырку. Ладно, черт с ним. Выход! Это мне нравится. Он не работает. Только сюда. Прощай, выход. Какая интересная дверь такая красивая. Элитная. Не подходит к этому складу. Только персоналу. Я персонал. Оу, смотрите. Ладненько. Зеленая. Тянем. Желтая. Красная. Почему? Почему? Может быть, надо в порядке? Красный, желтый. Синий, зеленый. Красный, желтый. Синий, зеленый. Ой, почему не получилось? Синий, зеленый. Где-то должна быть подсказка здесь. Смотрите, вот я вижу. Записка есть. Итак, записка, записка, где-то, вот она. Это Эдди отвечает в очередной раз от имени компании Playtime Co. И да, это в строжающей секретности. Об этом проекте должны знать только руководящие лица в Ворренбахе, а также руководящие лица в Playtime. Как и было обещано, вам полагается очень хорошая компенсация за сохранение секретности. До 100 тысяч долларов. И держите в уме, что это примерная сумма. Мы желаем предоставить все необходимое оборудование для начала раскопок. Однако, чем самостоятельно вы сможете работать, тем больше компенсации мы вам предложим. Мы все еще желаем увидеть лабораторию, завершенной через 12 месяцев. Но, что более важно, это то, что она должна быть сделана правильно. Дайте мне знать, если эти условия вам подходят. Я буду также рад и договориться о компромиссе, чтобы обе стороны были довольны. С наилучшими пожеланиями. Эдди М.Н. Риттерман. Получается, компания Playtime.co договорилась с компанией Warren Badge Construction, которая занимается строительством, чтобы они начали раскопки. И там уже в этой яме, которую они отрыли под Playtime.co, они сделали эту лабораторию, получается. Слушайте, это... Это очень стрёмно звучит. Возможно, нам нужно ориентироваться по вот этому порядку проводов. Значит, синий, красный, жёлтый, зелёный. И нет, это неправильно. А может быть зелёный, жёлтый? Синий, красный, зелёный и жёлтый. Твою мать! А может быть красный, синий, зелёный, жёлтый. Попробуем так. Красный, синий... Зелёный, да, зелёный, да, цепляйся. Зелёный и жёлтый. Есть! Это я молодец угадал. Ну не угадал, я проанализировал местность и понял. И всё, я понял, я молодец. Вот, в принципе, то, чего я хотел. Да, вот именно этого я хотел, нет! Ой, блин, чё! Где оно? Закрой дверь! Паутина! Да, блин! Нет! Где он? А, да! О, этот брос адреналина! He is loose. Он слетел с катушек. Это... Чрезвычайно... Локдаун, короче, закрытие. Учреждение всего. Типа, немедленно. Кто здесь сделал паутину? Как? Что должен был сделать? Я не понимаю. Как? Я обосрался! Это же просто гениально сделано! Чёрт, значит, падение! Ой! Рычаг! Нет! Что я должен... Да, блин, что я должен сделать? Слушай, даже во второй раз играть неприятно. Мы только начали. Вставай. Ну давай, ну давай, иди сюда. Значит... Как неприятно смеётся. Не схватиться. Ай, я не увидел всё. Теперь всё понятно. Она... Куда мне? Куда мне? Какого дьявола? Чёрт, чёрт. Я спрятался. Я стыкался. Я просто... Мне надо было переждать здесь, оказывается. Всё. Туда руки не засунуть. Она убежала. Спрыгиваем. О! Куда я встал? Спрыгиваем. Какого хрена? Как я пересрал? Первый раз это было просто дичь. Всё, она не появится здесь? Мне нравится, как они сделали. Вторая голова гораздо круче. О! Теперь мне прям очень нравится. Снова не работает здесь ничего. Что это? Ага. Надо будет решить загадку. Здесь. Вытаскиваем. Какую-то шестерёнку я подобрал. Не знаю, для чего она. Окей, давайте. Открываю. Воу! Жаровня! Вот сюда её нужно будет толкнуть. Да, наверное? Так это будет работать, кажется. Наверное. Что произошло? Оу. Ну! Мы можем теперь зайти? Что? Мы можем сюда зайти, но... Не знаю, что там тут делать. А! Погодите. Давайте попробуем ещё разок. Сейчас начнётся... Жар. Все шестерёнки заработают. Наверное. Какие-то механизмы, короче, должны заработать. Но теперь мы можем использовать... Да. Оу. А! Шестерёнку же нужно сюда поставить. Погодите. Убедитесь, что... Всё очищено от обломков. Убедитесь, что... А, всё... Та-та-та-та-та-та. Короче, всё нужно смазать. Пожалуйста, замените эту шестерёнку. Я понял. Ну вот она же у меня в руках. Как мне ей воспользоваться? Ага, вот оно! Сюда нужно вставить. Есть! Теперь мы изготовим нормальную деталь. Может быть, закрыть надо? Всем пофигу. Итак, процесс почти завершён. Всё хорошо. Нам надо будет ждать, пока она остынет? Есть! Вот. Работает. Теперь я очень боюсь, что она снова появится сейчас. Я очень этого не хочу. Потому что она будет бежать. А-а-а! А-а-а! Чёрт меня теряет! Есть! Вот так. Сделаем вот так. Она сюда зайдёт сейчас? Она залзёт! У-у-у! У-у-у! Как стрёмно! Надо было по-другому сделать. Эксперимент. Нужен эксперимент. Есть одна идейка. Очень хорошая. Вот, смотрите. С этой стороны тоже можно закрыть. Видите, как удобственно? И не зря она сюда так долго ползёт. Да? А-а-а! 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 А-а-а-а! Почему её так веселит эта жестокость? Закрываться? А-а-а-а! А-а-а! Трясётся. Она не сможет запустить механизм, кстати говоря. Есть, 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 есть. А, мы же, в принципе, играем в прятки, как она и хотела. Мы спрятались, и она честно играет дальше. Хотя она точно должна знать, где мы находимся. Всё, кажется, пронесло. А куда это ведёт? А, непонятно. Чёрт, откуда паутина здесь? Ну откуда? А, давайте попробуем запустить механизм. Боже мой! Боже мой! Ты куда, мил? Да, чёрт! Как быстро надо реагировать! О, боже мой, я столько раз уже сдох до сегодня! Инновация, это ключ! Да позабудем мы, да позабудем мы, смерть, у меня язык заплетается. Какого дьявола? Да-да-да, бежим отсюда! Надо быстрее реагировать! Игра, не лагай! Перестань! Оп! Ноу! Ох, как ты быстро! Куда? Куда? Чёрт, вниз, видимо! Куда? Ох, как это круто! Ай, как жутко! Нет! Чёрт! Я же зацепился, ну какого дьявола? Ну это обидно. Окей, давайте попробуем ещё раз, но теперь грамотно будем действовать. Побежали? Побежали! Реагируем быстро на всё! Пошла вон рука! Сюда нельзя, только обратно! О, нет! Сюда! Быстрее! Вот, потому что здесь! Чёрт, куда? Куда, блин? Вниз, что ли? Окей, в канализацию! Давайте попробуем в третий раз. Точно получится. И сделаем вот так. Просто растеряем на максимум и активируем триггер вот аж отсюда. И? Всё, побежали. Ха-ха! Я обманул тебя, мамочка! Вот это я сорванец! Быстрее сюда! Интересно, мы выиграли в это время? Нет, я думаю, вряд ли. Поскольку триггеры, они такие. Запу... О-о-о! Она идёт за мной прямо! Они запускаются только тогда, когда мы пришли в нужное место. Блин, она прям по пятам следует! Участливая, очень быстро отреагировать! Максимально быстро! Хоп! Поднимаемся! Есть! Сработало! Куда? Сюда! Куда у меня? Чёрт! Как там понять было? Как понять? Пожалуйста, ну сделай нормально в этот раз. Давай! Оп! Есть! Что теперь? Вот сюда! О-о-о! Боже мой! Да давай жмите, сраный рычаг! Да быстрее! Скорее, скорее, скорее! О-о-о! Опа! Мы снова её видим. Налево, на... Фух, всё хорошо. Нужна синяя рука. Скорее! Скорее! Я не могу всё сделать! Да быстрее! Быстрее! А! Чего? Всё, всё, хана тебе, мам! Мам, как она тебя, прости, пожалуйста! Что ты наделала? Ты меня заставила! Я заставила! Ты не имеешь кредит, так что мне прошло, мать! Ну, хотя бы ты умерла с улыбкой на лице, что это? Что это? Что это сейчас было? Вот что-то... Что это было? Я не понял, что это было. Это, возможно, следующий антагонист для третьего чептера. Это была напряжённая, очень напряжённая часть. В общем... Ладно, давайте пока играть дальше. Посмотрим, что у нас там. Что у нас ещё? Нам ещё необходимо каким-то образом третью часть кода получить. Просто наверх идём, видимо. Столько лестниц, и не понимаю, для чего они вот такие здесь. Такие странные, запутанные, излишне. Вот сюда идём? Нет. Мамка ведь не жива уже, да? Всё, она мертва. Или её восстановят сейчас. То существо, чью руку мы видели. Мы здесь! Вот сюда нам нужно идти. А здесь у нас как раз-таки Поппи. Поппи! Два, три, один, четыре. Сейчас мы как-нибудь тебя, не знаю, давайте спасём, что ли её? Оп. Есть. Скажи что-нибудь. Ты убил её? Да. Хорошо. Я сяду на поезд. Мы должны уходить. У неё такой максимальный серьёзный тон был сейчас. А это что? Давайте почитаем. Сейчас, секундочку. О, опять тяжёлый почерк. Давайте, смотрите. Доктор Мэтью Уэйсон. Суть вопроса. Окна в игровой станции. Причина. Я не знаю, проводили ли вы когда-нибудь недели в комнате без окон с искусственным освещением. Но позвольте кое-что сказать. Это очень неприятно. И детишкам тоже здесь не очень нравится. Вы можете видеть это на их лицах. Я знаю, что сюда вниз невозможно впустить натуральное освещение. Но есть другие способы, правильно? Я думаю, как насчёт окон повсюду поставить, а? Сделайте это и бам! Вот вам натуральная жизнь внизу. Я такое видел по телеку на прошлой неделе. То подземное место имело фейковые окна. А позади стёкла стояли огромные лампы. И вот тебе всё место освещено солнцем. Как будто бы. Это очень приятно. Вы же хотите, чтобы у всех было хорошее расположение духа для игр. Сделайте это. Добавьте окна. Да, это хорошая идея, кстати говоря. Я и правда подумал, что это сейчас свет идёт от улицы. Она оказывается очень глубоко под землёй. Я и забыл про это. Хорошая идея сработает. О, посмотрите, ещё есть. Инструкция для сотрудников. Наблюдение в игровой станции. Инструкции. Начните с отправления отчёта в контрольную станцию. Всегда соблюдайте небольшую дистанцию в 20 ярдов от мамочки длинной ноги. Поезд приедет с детьми в 8 часов утра. Все дети должны быть собраны внутри игровой станции. Порядок игр должен быть следующий. Музыкальная память. Шлёпни ваги. А затем статуи. Последовательность мостов и дверей из контрольной станции должна провести вас к каждой игре. Мамочка длинной ноги может вам ассистировать в сопровождении детей к каждой игре. В игру может играть только один ребёнок за раз. Дети, которые не играют в игру, ждут в игровой станции. В ней установлен детский городок, чтобы они были чем-то заняты. Записывайте результаты прохождения игры каждым ребёнком согласно следующим параметрам. В музыкальной памяти исследуется спокойствие, память и запоминание паттерна. В шлёпни ваги координация рука-глаз и скорость реакции. И в статуях скорость, сила и выносливость. Как только дети завершили игры и покинули помещение, возвращайтесь в контрольную станцию. И дайте все отчёты миссис Стелла Грейбер, чтобы она разобралась с ними. Отсортировала, то бишь. Окей. О, каждый раз такие подлагивания, после того как я прочитаю записку. Итак, давайте попробуем теперь... Что-то мы должны нажать? Нет? Вот что мы должны нажать. Рычаг. Но ничего не произошло, к сожалению. Мы можем вот здесь спуститься, кстати говоря, вниз. Это неприятно. О-о-о! Что? А, мы здесь. Окей. Идём сразу к паровозику, получается. Ты уже тут, Поппи? Нажмите тэп, чтобы... Ага, увидеть... Код... Два, три, один, четыре. Как мне менять-то? Погайте. А, стоп! Кажется, я начинаю понимать. Значит, тут собачка изображена? Нет, неправильно. Нам надо, чтобы... Была собачка, потом идёт вот этот... Это Хаги. Пчёлка и мамочка. Это правильно. Потом у нас есть цвета... Ага. Цвета вот этих вот существ именно должны быть. Красный, жёлтый, красный, синий. Красный, жёлтый, красный... Си... Синий. Теперь. Теперь нужно нажать в соответствующем порядке. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Есть! Что? Это неправильно. Один, два, три, четыре. Один, два, три. Это неправильно! Стоп, я понял. Два, три, один, четыре. Вот это два. Два, три, один, четыре. Вот. Немножко тупанул. Ну, бывает. Так, это надо сделать. Закрыли дверь. Свистнуть! Нет? Чух-чух! Во-хо-хо-хо! Начинается путешествие! Сейчас стрёмно увидеть кого-нибудь, кто смотрит за мной. Вдруг кто-то за мной наблюдает. Что это? Это хаги. Это хаги в паутине. Ну что, друзья, вот оно. Ожидание этой головы было просто невообразимо долгим. Я очень ждал, и я вообще не разочаровывал. Это настолько круто было. Особенно в финале. Они прям дотянули. Я так боялась, что она запрёт меня снова в том ящике. Но ты спас меня. Ты идеален. Слишком идеален, чтобы потерять тебя. Прости. Я не могу позволить тебе уйти. Я никогда не встречала такого, как ты. Ты знаешь, как долго я была заперта в том ящике? Ну, скажем так, слишком долго. Всё-таки она тварь. У меня было предостаточно времени, как следует подумать. Подумать о том, что я точно буду делать, когда освобожусь. Мы всё исправим. Ужасные события, которые тут произошли. Ведь я знаю, что ты сделаешь всё, что мне от тебя понадобится. Ты способный. Мы с тобой. Что это было сейчас? А? Что это, блин, было сейчас? Короче, всё-таки она манипулировала нами. И каждый раз, когда мы умираем, мы именно её текст слышим. Ой, что-то мы начнём ускоряться. Может быть, какой-то тормоз есть? Нет? О, боже мой. Давай! Двумя руками. О, да, скорость очень большая, я знаю, я знаю. Остановите, да, я пытаюсь. Давай! Есть! О, нет, уже слишком быстро разогнали, стец! О-хо-хо-хо-хо-хо! Я жив! Просто коленкой ударился. Play care. Да, это было очень круто. Это прям мне... Мне офигеть, как зашло. Я не знаю только единственное, что... Как интернет отреагирует. Потому что игра очень расхайпена. Прям максимально расхайпена. И из этого ожидания были вот настолько большие. И... Я скажу честно, для меня оправдались. Поначалу казалось немножко скучновато. Потому что... Я думал, что... Не знаю, у меня было много, в общем, ожиданий. И эти первые эпизоды, такие они были очень спокойные. Не то, что было там прям много скримеров было. Но вот эти последние выпуски, они прям зажгли меня. Мне очень понравилось. И еще проблема в том, что Хаги-Ваги слишком успешный персонаж. Что неизвестно. Скорее всего, они изначально делали такую ставку, что каждый эпизод будет новый антагонист. Первый это Хаги-Ваги. Второй это, получается, мамочка. Потом будет вот это существо с руками стрёмными. Руками-иглами. Или лезвиями. Когтями, короче. Потом еще что-нибудь будет стрёмное. И... Вот они такой план... Такого плана придерживаются. Но... Неизвестно, учитывая успех самого Хаги, насколько верным будет решение, было решение делать весь акцент второго эпизода на мамочке. То есть для меня отлично. Я прям кайфанул. Я не настолько привязан к самому Хаги, а скорее к вселенной игры. И... Мне понравилось. Это было очень круто. Она была еще страшнее, мне кажется, для меня, чем Хаги. А может быть, потому что это было в новинку. Ну, в общем, для меня все сработало отлично, я так скажу. Ну, вот как в интернете будет. И... Возможно, не очень хорошо, когда есть что-то супер хайп, захайпенное. Хорошо, когда популярность постепенно набирается. Ну, в общем, не суть. Игра мне доставила. Я желаю, чтобы она только развивалась дальше. Я хочу больше... Разрабы. Я хочу больше... Загадок. Головоломок с руками, с этими проводами. Соединять электричество. Меня это прям пипецко вставляет. Что я большой поклонник портала второго. И первого. И вот именно... А, и принцип Талоса уж чего говорить. Именно в загадках максимальный кайф испытываешь. Потому что ты решаешь их. Ты придумываешь это. Находишь способ решить проблему. И это не то, что заскриптовано. Это именно ты решаешь загадку. Это прикольно. Ты испытываешь удовольствие. А потом ты можешь побегать, да, пострематься от врагов. То есть больше загадок, пожалуйста. И больше упора вот на... Вот это ощущение, что есть хищник, который на тебя охотится. А ты жертва. Было очень клево. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Я думаю, я еще запишу видос по хаге, где я буду смотреть все секреты. Искать все кассеты. Потому что я много чего пропустил. И разрабы, разрабы, зовите меня сниматься в дальнейших эпизодах вашей игры. Или что-то озвучивать. Я с удовольствием вот поучаствую. Вообще бесплатно впишусь. Потому что это будет очень клево для меня. Ну а с вами был Южин, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. И не забывайте про то, что в описании очень много чего интересного для вас. Места, где мы с вами можем видеться. Это Дискорд, Инстаграм, Телеграм и ВК. Да, вот что там еще есть. Заходите туда. И увидимся там. А еще увидимся в новом видосе. Ну а всем по традиции напоследок мощнейшая эпизод. Вы готовы? Раз, два, три, пять.